так всем привет с вами михалыч друзья мои сегодня мы поговорим с вами о бандаже значит проблем проблема достаточно такая серьезная это паховая грыжа бандажи которые продаются в магазине но они по большей части не выполняют свою функцию я вот несколько лет тому назад разработал вот такой вот бандажа простейший из обычной резинки вот этот бандаж у меня прослужил уже два года до со временем резиночка вытягивается но тем не менее сейчас я вам покажу как он сидит на мне что называется то есть вот надеваешь его просто на трусы вот справа установлены с правой стороны у меня грыжа то есть бандаж сам по себе не мешает вот сама вот это вот пимпочка вот видим да вот без место ошибки она должна давить как раз на место грыжи регулируется легко подтянуть сзади можно вот видите сзади ничего тут не мешает то есть глянка идет бог сюда то есть нигде ничего не натирает понятненько да вот здесь тоже самое резинка эластичная практически и и не чувствуешь ее практически не чувствуешь то есть поправил все вот это вот дело все спокойно я могу в лес за грибами там на 3-4 часа я ходу я себя спокойно чувствую то есть мне ничего не мешает и грыжа не болит и не мешает скажем так в этом плане вот значит каким образом как можно сделать подобный бандаж вопрос задают именно такой как сделать где купить насчет купить вот такой вряд ли где купить и его надо делать его надо делать самому значит смотрите для начала возьмите метр вот такой вот и если у вас правосторонний игры то в правую руку начала метра взяли видеть теперь опоясывая вот в правой стороне начала метра и по поясу прошли сюда и ведем вот сюда как этой грыжи вместе грыжи где у вас эта грыжа сюда замеряем вот поставили и дальше второй конец пропускаем снизу и вот сюда и теперь смотрим какой длины вам понадобится резинка у меня 147 сантиметров то есть столь такую резинку покупаете потора метра мне достаточно вполне у кого скажем там объем побольше там но может быть максимум два метра и то навряд ли дело в том что ее еще останется немножечко значит далее какие какой вариант должен быть натяжки это очень важный вопрос бандаж не должен быть натянут со страшной силой постоянно давить бандаж вы должны практически не чувствовать то есть он должен быть как плотные трусы не больше не меньше делаем то же самое правосторонняя грыжа в правую руку берем край резинки резинка должна быть средней жесткости такая вот пропускаем его сюда и накладываем вот сюда теперь делаем легкую натяжку легкую натяжку вот так вот с учетом того что вот накладываем вот так вот чтобы у нас вот эту часть можно было завернуть вот сюда и прошить вот это вот все понятно да то есть немножечко подвижны вот так вот ясно да то есть вот так чтобы попробуйте какая натяжка должна быть чтобы вам было комфортно и чтобы вам не давила эта резинка ну и конечно чтобы она попросту сильно не болталась вот отметили это место можно взять мелочек или мыло и нарисовать здесь вот отметочки где вы будете сшивать далее снимаете где у вас эта отметка пришиваете эту резинку сюда но опять тут маленькая хитрость есть вот смотрите то что вот так вы сошьете это хорошо но здесь в этом месте надо сделать чтобы резинка и загнулась понимаете вот так вот наложить как бы показать чтобы вам было понятно вот чтобы она пошла вот так вот то есть резинка здесь должна пойти в кость то есть не прямо так она прямо идет она должна изогнуться вот так вот пойти под углом понятно да почему потому что здесь вот она должна пойти у нас вниз уже дальше они прямо иначе здесь будет вот так топорщица нам это место должно прижиматься наоборот ясно да вот вот такой вот загиб сделали наложили чуть побольше вот так вот и теперь уже эту резинку пришиваем вот сюда все вот и в одном куске как говорится понятно да сшиваем вот что у меня получилось на моем бандаже видно да так так ну-ка попробуем включить фонарик вот вот так вот наверное понятно да то есть это идет вверх а это вот часть которая пойдет между ног она идет вниз как бы вот от этой штукой вот ну и дальше оставшуюся часть уже когда вот это вы сошьете это сошьете да вот ну смотрите да это сшили и берете уже здесь подтягиваете вот так то есть она у вас будет здесь сшита натягиваете так чтобы вам было опять таки комфортно все это дело чтобы она не поднималась сюда резиночка а для этого вот она должна быть подтяжка из другой сильная подтяжка не нужна чтобы она у вас вот здесь вот не стаскивала понятно да вот рукой точно так отметили сколько вот здесь резиночку обрезаем и уже вот в этом месте мы ее опять таки пришиваем понятно да может быть я не так уж как бы понятно рассказываю но постарайтесь рассмотреть все вот это вот дело насколько как все это дело сделано сделано все очень просто вот еще раз показываю как она у нас находится на теле вот вот такой вот вариант все чтобы здесь вот она сильно вот так не тянула не стаскивала у вас понятно да а так чтобы она держала хорошо и чтобы как говорится перетяжки большой не было вот есть еще один вариант вот я вот сегодня сделал вот такую вот чисто для того чтобы показать вам если скажем так вы кому-то там родственники там попросили там еще что-то сделать вам бандаж а вы точно не знаете размер как говорится ну вы попросите чтобы они замерили вот эту вот штуку вот это вот расстояние как я вам показывал то есть сколько надо резинки по большому счету то есть примерно вы будете уже ориентироваться вот да замерили взяли нужное количество резинки теперь вот смотрите чем отличается вот этот бандаж от того тем что он регулируемый регулируемый вот понимаете но со временем резиночка может вытягиваться ее можно подтянуть то есть здесь вот одна у нас пряшечка которая натягивает вот эту вот часть и вот вторая пряшечка сзади которая натягивает вот эту ленточку вот смотрите смысл опять таки вот здесь вот видите вот как прошито место соединения то есть опять таки под углом это обязательное правило если вы этого не сделаете а просто так у вас будет вот так вот топорщица и там место которое должно контролироваться прижиматься оно у вас не будет прижиматься в этом вся фишка вот смотрите надеваем и подгоняем опять таки смотрим где нам удобно где неудобно если так ослабить можно немножечко вот если так где то здесь подтянуть можно вот да достаточно выбрали походили если все удобно если все нормально вот эти вот места просто-напросто можно иголочкой двумя стежками закрепить чтобы у вас она ну не болталась лишнее отрезать и поджечь вот места вот эти вот вот так вот видите как они обожжены спичкой обычно тогда она резинка не будет лезть не будет распускаться понятненько да вот в принципе очень удобно пряжки не мешают они находятся именно в тех местах где ну как ну особо тут ничего не прижимается здесь ниже пояса все это дело тоже самое вот плюс ко всему плюс ко всему плюс ко всему если вот вот такой вот бандаж сделали походили подобрали себе размерчик вы можете сделать потом себе уже без этих пряжек чисто по этому размеру себе бандаж вот вот такой вот вариант друзья мои так что дерзайте задавайте вопросы в комментариях постараюсь на все вопросы ответить ну я думаю что я вполне скажем так ну максимально разжевал как можно сделать подобный бандаж люди задавали подобные вопросы резинка еще раз говорю она должна быть средней жесткости не должна быть максимально если самая жесткая это для ботинок там обугная резинка так называемая но она слишком жестковатая есть мягкая резинка та слабоватая вот надо среднюю убрать вот такую это уже проверено то есть самый лучший вариант делайте удачи вам но если что не получится сами не сможете сделать пишите попробуем чем-то помочь всем всего доброго вот вот и Продолжение следует...